Всем добрый день! Это канал GT Class. С вами Андрей Щедников и сегодня мы запускаем новую линейку наших роликов. В конце роликов основной линейки мы предлагаем зрителям ответить на какой-нибудь вопрос или решить физическую задачку. Эти вопросы активно обсуждаются на ютубе, чему мы очень рады. Но зрители канала часто просят нас рассказать, какой ответ считают правильным сами авторы. И мы решили начать об этом рассказывать. Мы конечно не обещаем, что будем делать такой разбор для каждого ролика, но иногда мы и в самом деле будем его делать и выкладывать примерно через неделю после основного ролика. А сегодня мы разберемся с вопросом, который был уже задан в ролике вес песочных часов. Мы уже показали в основном ролике, что когда струйка только начинает падать, вес часов уменьшается на вес струйки. А когда она заканчивает падать, вес часов увеличивается из-за того, что струйка удаляет одно, а сама ее длина все время уменьшается, удары остаются теми же самыми. И из нашего рассуждения следовало, что между этими двумя моментами, самым начальным и самым конечным, оба эффекта, уменьшение веса из-за того, что часть песенок висит и увеличение из-за того, что песинки ударяются одно, ну точнее песок, который внизу, эти оба эффекта должны в точности компенсировать друг друга. Однако реальный эксперимент показывает, что в процессе падения струйки компенсация не является полной, и часы весят чуть больше, чем когда песок в них вообще не течет. Так что давайте разберемся, почему это происходит. И вот я изобразил часы, которые стоят на весах, и я начну с того, что расставлю силы, силы, которые на эту замкнутую систему действуют. Во-первых, это сила тяжести. Подпишем, что это МЖ, а М это масса всей системы, то есть корпуса и песка, которые находятся внутри. И по ходу процесса масса не меняется, значит сила тяжести остается постоянной. А вторая сила, которая действует на песочные часы, это реакция опоры со стороны весов, которые стоят внизу. Обозначу ее N. Ну и, конечно, именно та сила по третьему закону Ньютона, с которой весы, которые часы давят на весы, с той же силой весы, давят на часы. Поэтому N это численно и есть вес песочных часов. Ну а теперь мы запишем второй закон Ньютона. Но мы его запишем не в форме более привычной F равно MA, а в форме ДП по ДТ, изменение импульса, равно силе суммарной, действующей на замкнутую систему. Импульс я буду считать направленным вниз, ну естественно, поскольку песок вниз падает. Поэтому и МЖ у меня направлена вниз, она берется со знаком плюс в уравнении, а сила Н направлена в противоположную сторону, минус реакция опоры Н. Ну а нас интересует реакция опоры, поэтому мы ее из этого уравнения вытащим, перебросим ее в левую часть. Н равняется, ну во-первых, МЖ, вес равен силе тяжести, но еще есть другое слагаемое, ДП по ДТ с минусом перебрашивается, минус ДП по ДТ из-за того, что меняется импульс, ну меняется суммарный импульс песка, который течет внутри. В начале он был равен нулю, потом какой-то импульс есть, а потом импульс снова равен нулю. Из-за вот этого изменения импульса, когда импульс растет, ДП по ДТ положительно, Н уменьшается. Когда импульс падает, ДП по ДТ отрицательно, Н наоборот, больше чем МЖ. Ну вот с этим уравнением мы с вами и будем иметь дело. Ну а теперь посмотрите, вот я переписал уравнение наверх, я должен спросить себя, ну вот в основном процессе, когда струя течет вниз, почему ДП по ДТ не равно нулю, почему изменяется импульс? Ну и тогда сразу становится понятно, что во-первых у нас есть импульс струи, которая падает вниз. И был вот такой уровень, например, а потом уровень песка изменился в нижней части. И импульс струи уменьшился на импульс вот этого кусочка. Но это еще не все, ведь вот эта часть тоже осыпается вниз. И когда у меня песок внизу, если у меня диаметры сосудов верхнего и нижнего одинаковые, когда у меня песок внизу на какое-то Дельта Х поднимется, песок наверху на такое же Дельта Х, уровень песка наверху опустится. И поэтому раньше двигалась большая масса вниз, но медленно здесь. А теперь движется меньшая масса на вот эту часть песка. Ну, теперь мне удобнее с верхней части начать и спросить, а с какой скоростью меняется импульс верхней части? Назовем это ДППДТ, ну, как-то один, верхняя. Ну, для этого надо взять массовый расход, насколько масса меняется за единицу времени. Этот массовый расход, его обычно буквой Q обозначают, и его размерность это килограммы в секунду. Настолько-то килограмма в секунду, масса верхней части становится меньше. Ну, у нас там, конечно, не граммы, а скорее миллиграммы. Ну, неважно, размерность важна. Это изменение массы, а скорость постоянно. И вот здесь я напишу скорости V, с которой опускается верхний уровень. А с какой скоростью он опускается? Ну, для этого надо сказать, что массовый расход есть произведение плотности песка на сечение весов и на скорость, с которой этот уровень движется вниз. Отсюда мы можем выизвлечь. Это Q, деленное на ρs. Я сюда его подпишу. Ну, и мы получим Q в квадрате, деленное на ρs. Импульс настолько за единицу времени... А, нет, не за единицу, да. С такой скоростью у меня и меняется импульс в верхней части песка. Он уменьшается. Ну, соответственно, ДП по ДТ отрицательно. Ну, и здесь у меня... А, я его должен со знаком минус взять, да. ДП по ДТ отрицательно. Ну, и, соответственно, здесь будет некоторое приращение силы. Не за счет нижней струйки пока, чтобы до нее еще не дошли. За счет того, что верхний уровень вниз тоже опускается. А теперь я спрашиваю, а внизу за счет того, что уровень подрастает и тот песок, который раньше падал вот в этой части струи, и теперь он уже не падает. Падает только в оставшейся части. Вот это самое ДП по ДТ 2. Чему оно равно? Ну, ясно, что здесь тоже будет знак минус. Теперь мы про это сразу узнаем. А дальше есть простое соображение. Совсем простое. Что, если мы взяли 2 равных полоски шириной Дельта Х в струе в разных местах, то импульс... Ну, как это? Наверное, погонный импульс это надо называть, да, на единицу длины. Вот этой части и вот этой части, он один и тот же. Почему? Потому что импульс — это произведение массы на скорость. А вытекает одна и та же масса через эту и через любое сечение. Поэтому, если масса вот здесь в 10 раз больше, то чтобы эта часть вытекла, нужно, чтобы скорость была в 10 раз меньше. А стало быть, произведение массы на скорость одно и то же. Поэтому ДП по ДТ второе, оно в точности равно первому. Ну, что-то я не очень яркий фломастер взял, давайте запишем. И оно тоже равно минус Q в квадрате делить на РОС. А тем самым мы имеем и окончательный результат. Я стираю все наши записи и пишу, что вес песочных часов, когда струя равномерно течет вниз, складывается из двух слагаемых. Во-первых, это сила тяжести МЖ. Ну, то есть вес в тот момент, когда никакая струя не течет. Мы положили, например, все стекло уже вниз. Минус ДП по ДТ, которая оказалась равным Q в квадрате — массовый расход. Сколько за единицу времени какая масса вытекает? Делить на плотность песка и делить на сечение не горлышка, а вот этой большой части весов. Сосуда верхнего или нижнего я считал, что эти сечения равны. И вот ответ. Вес песочных часов При стационарном течении песка, когда он вытекает из верхней части и падает в нижнюю, меньше веса, как сказать, веса тех же самых песочных часов, когда весь песок уже лежит внизу, ну или мы их на бок положили, на вот эту величину. Чем больше массовый расход, тем сильнее это уменьшение, причем здесь даже в квадрате, а внизу у нас стоит плотность песка и стоит сечение. И мы решили эту задачу одним из возможных способов. Есть еще и кое-какие другие, но те из вас, кто сообразил, что этот эффект связан с укорачиванием струи, те большие молодцы, а те, кто поняли, что еще есть и вот это верхнее уменьшение, те совсем большие молодцы. И это верхнее уменьшение здесь дает двоечку, которую я забыл написать. Вот теперь я ее дописываю и мы разобрались с этой задачей. Всем спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.